Рассмотренное ион-дипольное и ион-ионное взаимодействие относятся к равновесным условиям, когда макроскопическое состояние системы не изменяется во времени. Однако равновесие в растворах электролитов всегда является динамическим, усредненным по времени и объему. Частицы раствора все время совершают хаотические движения, которые осуществляются периодическими перескоками с одного места на другое. Но в среднем эти перемещения частиц скомпенсированы, так что направленного микроскопического перехода ионов и диполей в условиях равновесия не происходит. Если в растворе электролита наблюдается ионное равновесие, то они тоже имеют динамический характер. Например, реакция протекает в обоих направлениях, но скорости прямого и обратного процессов при равновесии одинаковы. Так что средняя концентрация ионов и недиссоциированных молекул в растворе остается постоянной. Вызвать в растворе электролита неравновесные явления можно следующими способами. Изменением концентрации, точнее активности, растворенного вещества в одной части раствора по отношению к другой, без изменения химического состава раствора. Наложением электрического поля, которое вызовет направленное перемещение заряженных частиц. Изменением состава раствора по отношению к равновесной концентрации возможных для данной системы веществ. В первом способе количество перескоков данной частицы в направлении уменьшения ее концентрации оказывается больше, чем количество этой частицы в обратном направлении. В результате возникает поток диффузии. Закономерности диффузии ионов имеют непосредственное отношение к электрохимии, поскольку неравновесный процесс в электрохимической системе, например, электролиз в растворе, сопровождается изменением концентрации реагирующих веществ вблизи поверхности электродов по сравнению с концентрацией этих веществ в объеме раствора. Во втором способе наложение электрического поля изменяет вероятность перескоков заряженных частиц по полю и против поля. У катионов количество перескоков по полю превышает количество перескоков против поля. У анионов наблюдается обратная картина. Таким образом, в результате наложения электрического поля возникают потоки миграции катионов и анионов. Миграция ионов, составляющая основу электропроводности электролитов, сопровождает работу электрохимических систем и также непосредственно связана с электрохимией. В третьем способе изменение состава раствора нарушает ионное равновесие и вызывает химическую реакцию, в ходе которой происходит восстановление ионного равновесия. Ионные реакции в растворах электролитов представляют собой частный случай гомогенных химических реакций и изучаются в основном химической кинетикой. Отличительной особенностью многих из них является большая скорость по сравнению с другими процессами в растворах.